Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с самым сердечным образом, с праздником Благовещения. Слава Господу за то, что этот праздник мы отмечаем не во всех церквах, вспоминаю, что такой праздник есть, но, как вы знаете, именно этого дня ожидало человечество не один век. Вы помните то страшное событие, которое случилось на заре человечества, как обольщенная женщина, наша праматерь Ева, пала в грех, увлекла за собой мужа. И вы помните, тогда Господь своей милости, Он не только наказал их, но Он еще и утешил. Он дал чудесное обещание, и это обещание было записано в книге Бытие, что потомок жены, он поразит сатану в голову. И вот с того времени стали ожидать этого потомка. Когда Ева родила Каина, своего первенца, она так и подумала, наверное, вот этот и будет потомок, что поразит сатану в голову. Оказалось не так. И вот так шли века за веками, и люди ожидали, ну когда же появится этот потомок? И вдруг 700 лет до нашей эры пророк Исаия возвещает людям, что будет это время, придет оно, когда Дева зачнет сына, и ему нарекут имя Иммануил, что значит с нами Бог. И вот тогда снова у людей эта надежда воскресла. А, значит вот точно, что Бог сказал, этот потомок появится, хотя он еще далеко, но мы будем ждать. Дорогие друзья, и вот наступило это время, о котором мы читаем в первой главе Евангелия от Луки, 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидового, имя же Деви Мария. Ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовек, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим». Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господне, да будет мне по слову твоему!» И отошел от нее ангел. Дорогие братья и сестры, я хотел бы всего на двух таких практичных выводах остановиться, выводах, которые следуют из смысла праздника, отмечаемого нами. Первое, я хотел бы сказать, что на свете есть дело, которое можешь исполнить только ты, никто другой, только ты. Подумайте о том, что вот в Израиле было сотни, тысячи девушек, подобно Марии, девушек, которые собирались выйти замуж, девушек, которые, несомненно, молились Богу, изучали священное писание, девушек, образ жизни которой был вполне приемлемый. Но из тысяч, тысяч девушек всего лишь на одну презрел Бог, чтобы ей поручить дело, которое могла исполнить только она. Вы знаете, и здесь, конечно, великое чудо Божие, великая милость Его. Господь обращает внимание на эту Марию, и Он выводит ее из тени, из тени безвестности, чтобы ей поручить это удивительное дело, которое только она могла исполнить, стать Матерью Господа Иисуса Христа. И вот, посмотрите, когда человек, когда Господь выводит человека из этой тени, когда он обращает на него внимание, это событие, которое забыть невозможно, это то, чему нужно радоваться. Посмотрите, пришел ангел и сказал Марии такие слова. Радуйся! Значит, действительно, момент, когда Бог обращает на тебя внимание, когда Он тебе хочет поручить какое-то дело, это настолько удивительное событие, что этому нужно радоваться. Радуйся! Потом Господь называет ее благодатной. Благодатной не в том смысле, что она дает благодать кому-то, а благодатной в том смысле, что она обрела эту Божью благодать. Потом ангел это еще раз скажет. Она имела эту Божью благодать, и это тоже великое утешение. Господь с тобою, благословенно ты между женами. Посмотрите, как этими словами Господь ободряет Марию и подготавливает ее к тому, что Он поручит ей какое-то великое дело. Знаете, когда Бог кого-то избирает для какого-то дела, Бог не ошибается. Но нередко люди себя чувствуют неуверенно, нередко люди себя чувствуют недостойными этой Божьей милости. Они могут даже отказываться от порученного им дела. Помните Моисея, помните пророки, когда их Господь призывал на дело служения. Все они чувствовали себя недостойными этой великой задачи. И все они говорили, Господи, пошли другого, только не меня. Я не могу. И действительно, дорогие друзья, то дело, которое мы должны исполнить, и только мы, оно нередко превышает наши силы. Но вы знаете, когда Бог выводит из тени безвестности, когда Он призывает нас к делу, которое только мы можем выполнить, и никто другой, Он обязательно даст благодать. Как мы здесь прочли, ангел сказал, не бойся, Мария. Значит, она страшилась. Ну, ангелы по любому поводу же не приходят к людям. Уж если ангел явился, если он говорит вот такое приветствие, и подготавливая ее к какому-то важному сообщению, наверное, это что-то серьезное. И всегда человек страшится, когда на него возлагается какая-то серьезная ответственность. Вот так и Мария. И ангел ей сказал, Мария, ты не бойся. Ты обрела благодать у Бога. То есть Бог даст тебе эту благодать, чтобы ты смогла выполнить порученное дело. И потом он ей объясняет, какое дело она должна выполнить. Сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Задание материнства. Задание быть земной матерью Господа и Спасителя Иисуса Христа. Великое и чудное и славное задание, которое не выполнишь, если Бог не даст на это благодати и мудрости. Я уже не раз говорил, что в сравнении с Христом, самой талантливой, самой умной мать, ну, как бы это помягче сказать, ну, убога, примитивна. Ну, Он же Бог воплоти. Помните, в 12 лет Господь сказал Марии, и она была даже в некой растерянности от этих слов, «Зачем вы меня искали? Разве вы не знали, что мне нужно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» И уже тогда Мария, я думаю, особенно ощутила, какая огромная разница, какая огромная дистанция между ней и Богом, между ней и Ее Сыном Иисусом. И понятно, вот для того, чтобы как-то взаимодействовать с таким гениальным ребенком, нужна Божья благодать. Без нее просто не справишься, без нее просто спасуешь. Дорогие братья и сестры, вот пример Марии показывает, что у каждого из нас должно быть дело, которое можем выполнить только мы. Никто другой. Только мы. Это может быть дело значительное, большое, это может быть дело маленькое. Вы знаете, не так важно, великое дело поручает нам Бог или маленькое дело поручает Бог. Важно обратить внимание на то, кто это поручает. Если это поручает царь Терей, Господь Господствующих, каким бы важным или незначительным дело не было, наша задача сказать, так как и Мария, все раба, все раб Божий, да будет мне по слову Твоему. Дорогие друзья, я хочу сказать, что Господь избирает нас для какой-то особой задачи. Подумайте вот о чем. Наверняка у многих из нас есть неверующие близкие родные. Мужья, жены, дети, племянники, племянницы. О них многие люди не знают, что они неверующие, что они непримирены. А если даже знают, они не понимают, что это страшное дело быть в разлуке с Богом, быть врагом Бога. И только вы знаете о них, и только вы знаете их несчастье, и только вы можете молиться за них Богу. Это дело, которое только вы можете выполнить. Поверьте, никому из людей, ваш супруг неверующий или дети неверующие, недороги, только вам. Поэтому только вы можете молиться за них по-настоящему. Это дело, которое дает вам Бог. И вы знаете, когда Бог поручает вам это дело, Он оказывает вам великую честь. Мы иногда думаем, ну, Господи, ну, почему вот у меня так получилось? Ну, столько я вкладывал своего сына, допустим, или дочь, так и не уверовал или отступил. Ну, почему вот столько я мужу своему свидетельствую о Тебе, он так и не придет? Ну, Господи, ну, почему у меня вот такие соседи? А не потому ли, что Бог тебе дает задание в отношении их? Задание, чтобы ты о них молился. Задание, чтобы ты им свидетельствовал. Задание, чтобы ты им благотворил. Ты их знаешь лучше всех. И Бог тебе их поручает. И когда Он это делает, Он дает тебе и благодать. Ты можешь просить у Бога, Господь, раз ты мне даешь такое поручение, забота о них, дай мне и благодать выполнить то, что ты мне поручаешь. А, допустим, забота о больных, разве это не то поручение, которое Господь тебе дает и которое ты должен выполнить? Не воспринимай это вот как какое-то ненужное, тяжелое бремя. Ах, почему это на мою голову свалилось? Пойми, что Бог тебя выводит из этой тени безвестности. И совсем не важно, что люди не знают о твоем каком-то подвиге. Ведь важно, что ты его совершаешь перед лицом ангельского мира. Им ты известен. Когда Бог тебя призывает, когда Он тебе поручает дело, Он знает, что только ты можешь Его исполнить, так, как это нужно. Помните, есть песни хорошие, которые я люблю, но, правда, у нас ее не поют в церкви, в других церквах поют. Песня «Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал». И что, когда Он будет искать тебя при своем пришествии, Он будет тебя искать вот на том месте, которое Он тебе дал и которое тебе поручил. Потому что Он знает, что только ты должен это делать. Я вспоминаю, как когда-то я был у моего друга и наставника Ивана Адамовича Тоги. Он уже старенький был, он уже ничего не видел. И он рассказывал, что они с Верой молятся каждое утро. И в их молитвном списке есть 200 человек. Можете себе представить, человеку за 90 лет тогда было. У него 200 человек в молитвном списке. И туда попал бомж, который живет в их подъезде. Вот я когда о себе подумал, ну, навряд ли бы я его вписал в молитвенный список. Человек, от которого все отвернулись, который все потерял. А вот эти люди понимали, что, скорее всего, сотни, тысячи людей будут с презрением на него глядеть, и никто его не занесет в молитвенный список. А им Бог поручил, молитесь об этом человеке. Помните вы также свидетельство Грачева Юрия Сергеевича, который молился Богу о том, что Бог открыл ему. Для чего он должен посвятить ему юные годы. И Бог ему открыл такое дело, которое только он мог исполнить. Иди и посещай ссыльных и заключенных. Дорогие друзья, и вот это дело, оно стало таким украшением всей его жизни. Больше никто в стране не исполнил вот этого Божьего повеления. А он, 17-летний парень, отправился выполнять это дело. И еще я хотел бы вот в связи с этим сказать следующее. Когда Бог поручает нам какое-то дело, мы не должны выходить за его рамки. Ну, что я имею в виду? Слава Богу, Мария это не сделала, она бы могла это сделать. Собственно, лучше так сказать, за Марию потом это уже сделали люди. когда наделили ее такими правами, как Царица Небесная, как заступница, как соискупительница, как ходатай загрешников. Дорогие друзья, на самом деле все дело обстоит иначе. Вот честь Марии, слава Марии заключалась в том, что она осталась в тех рамках, которые Бог для нее определил. Быть матерью Христа. Она бы могла расширить рамки и сказать так, это почему только здесь Евангелие от Матфея, от Марка, Луки и Яна, а мое Евангелие? Кто знал лучше Христа, как не я, вот я сейчас напишу. Почему она не написала, братья и сестры? Она неграмотная была, она Библию не знала. О, это была, это была высоко духовная сестра. Это была помазанная Святым Духом женщина. Уж если бы она написала, то может быть написала лучше, чем это сделал Матфей, Марк, Лука и Ян. Ответ простой, Бог не поручил. Бог не поручил. Вот Бог сказал, занимайся этим и все. Она могла сказать апостолам в день, там, знаете, вот в дни, которые предшествовали дню Пятидесятницы, там возникла проблема у них. Иуда отпал и вот на его место надо было избрать другого человека. Интересно, а почему же Мария не встала и сказала, так, я вот постарше вас, я сейчас вам скажу, что вы должны в этой ситуации сделать, ведь я же мать Господа Иисуса Христа. Почему Мария не выступила на этом собрании? Почему выступает Петр? Ответ очень простой. Бог не поручил. Вы знаете, плохо, когда мы беремся за дело, которое нам не поручает Бог. Потому что, если мы беремся за дело, которое нам Бог не поручает, Он нам благодати не даст. Откуда мы узнаем, что нам что-то Бог поручает? А вот по ободрению, которое Он нам дает, видите, ангел Марию ободряет, ты не бойся, получится. Ты получишь благодать от Бога. То есть, особый дар, что ты с этим делом справишься и результаты покажут, что действительно это дело можешь только ты выполнить и никто другой. Вы знаете, это правда давно было уже, но сколько лет? 29 или 30 назад. Я помню, как меня пригласили братья и сказали, Виктор, мы хотим, чтобы ты стал регентом. Мы так определили, у тебя есть способности кое-какие, мы тебя пошлем учиться и ты будешь у нас регентом. И вот передо мной возникла эта серьезная проблема. Я стал молиться, Господи, а ты призываешь ли меня к этому? Отдаешь ли ты мне благодать на это дело? И чем больше я размышлял, тем больше убеждался, что нет. Нет, потому что я себя взвешивал и я понял, что я не могу слышать, вернее, я не могу определять, вот как фальшивит хорист, или он слишком вверх берет тон, или он не добирает. Я могу слышать, что есть фальш, а вот это определить не могу. А для регента это важно было. Я понял, что мне Бог не дает этой благодати. Есть у нас братья, и навряд ли, что я смогу лучше их управлять хором, а уже были тогда регенты. Я думаю, пусть эти братья работают, а я буду заниматься тем, на что мне Господь дает благодать. Дорогие друзья, и я думаю, что я не ошибся в этом отношении. Помните, есть дело, которое можете исполнить только вы. И когда Бог призывает вас к этому делу, Он даст вам благодать, Он даст вам оподрение, и вы обязательно увидите благие результаты вашего служения. И вторая мысль, которую хотел бы, чтобы мы положили себе на сердце, есть дело, которое исполнить может только Бог. Какое же это дело вот в этой истории, которое мог исполнить только Бог? Мария не могла бы. Я думаю, ответ очень простой. Мария никогда бы не могла стать матерью, если бы Святой Дух не нашел на нее, если бы сам Бог не создал в ней без участия человека. Вот это драгоценное и святое тело Спасителя Господа Иисуса Христа. Это было под силу только Богу. Потом мы видим, что под силу Богу было сделать Иисуса Христа Царем. Здесь сказано, наречешь Ему имя Иисус, то есть Спаситель, Он будет велик, наречется Сыном Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство Его не будет конца. Дорогие друзья, вы знаете, что проблема с властью всегда остра, она была остра во все времена. Власть это такой стол, как некто сказал, из-за которого никто добровольно не встанет и никто его не отдаст. Так вот, вы помните, как Иисус Христос родился и царь Ирод узнал о том, что родился царь и хотя до того времени, пока этот царь вырастет, еще много воды утечет, но посмотрите, как заиграли амбиции у этого царя. И он послает войска, чтобы истребить младенцев мужского пола до двух лет. Подумайте, этот человек уже старый испугался за свой престол, ведь он же знал, что все равно умрет, все равно выпустит власть из своих рук. И однако же, все равно вот это властолюбие играло в нем настолько сильно, что он не мог терпеть никаких конкурентов. Да и сегодня, вы знаете, как любая власть себя охраняет, она создает специальный репрессивный аппарат, она блюдет за всеми оппозиционерами и стремится их нейтрализовать. Это свойство любой власти. во всех странах мира без исключения. Как же может Сын Божий взять власть над миром? Здесь мы прошли, он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца. Это серьезный вопрос, не правда ли? Знаете, я уже сказал, есть вещи, есть дела, которые может сделать только Бог. И вот это обещание, которое дал ангел Марии в отношении Спасителя, оно еще ждет своего исполнения. Придет время, когда Христос явится сюда на землю, явится к своему народу Израиля, который до того примет себе страшного царя Антихриста. И вот когда народ израильский выпьет сполна всю эту чашу горя, уничижения, скорби, вот тогда и явится Спаситель, которого они некогда отвергли. И тогда Он установит свое царство, которому не будет конца. Это под силу только Богу. Вы знаете, сами евреи это понимают. Они хотели бы уже давно построить храм, но на месте этого храма стоит мечеть Амара. И когда мы были в Израиле и спрашивали о том, какие планы у еврейского государства восстановить храм, прозвучал такой ответ. Только Мессии возможно решить эту проблему. Мы не можем ее решить. Хотя готова вся храмовая утварь, хотя есть специальный институт, где обучают священников, левитов, уже одежда пошита для священников и первосвященника. Осталось все дело за малым построить здание. И его бы давно построили, если бы было на чем, вернее, если бы было это место. Кажется, ну неужели в Израиле не найдешь участка земли для храма? Да можно найти. Можно дома какие-то снести и построить храм, но вся загвоздка в том, что Бог сказал, этот храм должен стоять только там, где Бог определил. На другом месте нельзя. А на этом месте теперь вот эта мусульманская святыня находится. Только Богу возможно это сделать. Дорогие братья и сестры, есть вещи, которые может сделать только Бог. И я не только вот об этом хотел сказать, что Бог может установить свое царство, решить проблему храма. Я хотел бы сказать о том, что нам близко. Помните, однажды молодой человек пришел к Иисусу Христу и сказал, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Христос полюбил этого парня и сказал ему, вот все, что имеешь, раздай и следуй за Мною, и тогда будешь иметь Царствие Божие. И вот этот молодой человек опечалился, потому что у него было огромное богатство, им жертвовать он не захотел и отошел от Иисуса Христа, отошел со скорбью. И наш Господь сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Легче верблюду пролезть сквозь игольные уши, ушко, чем богатому войти в Царствие Божие. Помните эту историю? И когда ученики услышали, что это означает практически невозможную вещь богатому войти в Царствие Божие, тогда не ужаснувшись задали Христу вопрос. Помните какой вопрос был? А кто же может спастись? Дорогие друзья, давайте подумаем о тех, за кого мы молимся. Мы иногда задаем этот вопрос себе, и мы думаем, что легче верблюду пролезть сквозь сигельные ушки, моему там мужу, жене, моим детям войти в Царствие Божие. Мы думаем так иногда, да? И вот слышим, как Господь сказал, невозможный человеком, возможно Богу. Есть вещи, которые под силу только Богу, и к этому относятся спасение людей. Есть вещи, которые под силу Богу, и к этому относится наша собственная охрана на этом земном пути. Помните, в послании Иуда сказано, могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славу своей непорочными. Дорогие друзья, мы вчера рассуждали, вот, готовясь к воскресному дню, рассуждали о том, как Господь своей благодатью хранит верующих. И вы знаете, если бы только, если бы только, вот, Господь на мгновение отнял свою благодать, мы бы дышать перестали, а духи сатанинские нас бы скрутили в три погибели. Это все, это был бы для нас конец. Почему это с нами не происходит? Бог хранит. Действительно, Он взял это на себя, эту задачу, нас хранить в этой земной жизни, потому что мы с этим не справимся. Есть вещи, которые возможны только Богу. Итак, мы с вами сегодня говорили о том, что этот праздник учит нас о том, что есть дело, которое только мы должны выполнить в жизни, которому Бог нас призывает. И мы, проверяя себя, должны сказать, Господи, помоги мне быть прилежным в том, что Ты мне поручаешь. И нас этот текст учит доверию, что там, где нам, там, где только Бог может какие-то вещи выполнить, мы должны отойти в сторонку и сказать, Господь, Ты знаешь, что я это не могу? Делай Ты в то время, которое Ты назначил, тем способом, который Ты определил. Но я хочу, как сказано в Писании, стоять и видеть Твое спасение. Пусть нас Господь благословит в этом, поможет в этом. И пусть вот этот удивительный праздник пошлет каждому из нас утешение и благословение. Аминь.